Всем привет! Меня зовут Соловьёва Марина. Я сегодня за кадром. Как давно вам обещала, показываю цветущий мамин сад. Именно такой хэштег для видео у меня придуман для того, чтобы постить фотографии маминого сада. Сейчас я буду двигаться по саду. И вот это у нас такой вход. У мамы очень много разных растений и очень мало съедобного. Она не садит ни картошку, ни морковку, ни свёклу. Корнеплодов нет никаких. Есть немножко помидорчиков, огурчиков, немножко вишни, яблок, груш. Сейчас потихоньку будем всё смотреть. Вот такая огромная липа растёт у входа. Ёлки. Это я не знаю, что я. Честно, я такой вообще не садовод. Я не знаю ни названий растений, ничего ко всему моему стыду, поскольку мама у меня очень всем увлекается. Вот мы сейчас зашли на мангальную зону. Папа сам делал. У меня, кстати, папа очень много делает мебели сам. И вот так выглядит изнутри. Будем говорить, что это интерьер мангальной зоны. Ёлочки. На них вырастают шишечки. Новые шишечки. Ну и сама мангальная зона. Лавку делал тоже папа своими руками. Давайте покажу вам поближе. Пчёлки, осы летают. Наконец-то. Наконец-то началось лето. Поэтому показываю вам. Хотя, конечно, ещё дорога рядом. Слышно, как машины гремят. Не всё ещё расцвело. Не всё, как хотелось бы вам показать. Из цветов сейчас вот я вижу ирисы. Пионы уже цветают. Ну и какие-то кустарники. Здесь у нас вишни. Изгородь практически вся у мамы девичьим виноградом обвита. Ну и огромное разнообразие хост. Вот это, видимо, единственное растение, которым я знаю название. Это хосты. Они есть абсолютно разные у неё. И с белой каёмочкой, и с жёлтой. И посветлее, и потемнее. И... В общем, сейчас покажу вам. Даже есть какие-то гигантские сорта или виды. Сейчас мы до них дойдём. Вот такие. Сейчас положу ладошку, и вы поймёте, какого это размера. просто огромные. Вот мама целыми днями что-то пересаживает, что-то меняет. Вот здесь вообще всё поменяло. Видно, что маленькие все кустики. Что-то, видимо, не устроило. Ну и вот так выглядит в целом. Ну здесь яблони, груши. Не знаю, вызрют, нет. В прошлом году очень тяжело вызревали, хотя не было такого холода в июне. И в этом году цвело всё очень поздно. Плоды завязались тоже поздно. Так, ну а здесь что это? Наверное, хвойники. Такие стелящиеся хвойники. Есть ещё хвойники кустами. Мы до них чуть-чуть попозже дойдём. В общем, здесь в каждом уголочке что-то придумано, что-то высажено. Клён. Вот этот клён вырубали уже раза четыре. Он всегда вырастает очень-очень высоким, а теперь уже начал в ширину разрастаться. Он моментально от корня выходит снова и вот такой красивый вырастает. Тихо. Детки разговаривают параллельно. Мне кажется, даже меня не слышно. Это классический такой кленовый лист, очень красивый. Ну и идём дальше. Грядочка за грядочкой. Всё вам покажу. Цветёт жасмин. Очень приятно пахнет. Какие-то папоротники. Пионы уже отцветают. Всё уже сбросили лепестки. Здесь у нас смородина, крыжовник и жимолость. Сейчас как раз время жимолости. Уже собрали её. Так, там тоже кусты кровенько. Здесь у нас помидорки. Теплица с помидорками. Папа у меня занимается помидорами. И вот уже первые плоды. Наверное, скоро поспеют. Так, здесь у меня была мята. Но что-то с ней в этом году случилось. Она не хочет расти. Здесь был прям ковёр из мяты. Я её и сушила, и мохито делала. Кстати, рецепт мохито очень-очень простой. Это такой очень популярный вкусный коктейль. Его можно сделать алкогольным, можно безалкогольным. Можно алкогольным сделать. Лимон, мята, сахар. И можно спрайт или просто даже обычной водой залить. Ирисы. Эти ирисы очень высокие. В прошлом году они были метр десять примерно. У меня был ребёнок метр десять, и они были выше его. А в этом году они не дотягивают. Тоже, видимо, из-за того, что им было холодно. Это баданы. Вот я, кстати, ещё одно растение знаю, как называется. Другие ирисы. Здесь у нас жимолость, укроп, чеснок. И вот мама уже не знает, куда рассаживать хосты. Начинает вокруг теплицы рассаживать всё. Теперь дальше пойдёмте. Хостами я уже заполонила весь палисадник около нашего дома в городе. Потому что мама иногда, когда начинает пересаживать, что-то переделывать, такие огромные кусты выбрасывает, потому что они лишние. Не знают уже, куда их посадить. И вот я уже около дома. Ну, как я. Нет, конечно, не я. Я вот это всё терпеть не могу. В земле копаться, высаживать что-то, поливать. В общем, я до этого ещё не дошла. Это малину я вам показываю. Малинка тоже, наверное, у нас будет в этом году. Хотя бы чуть-чуть покушаем. Опять сказала, покушаем. Щавель мой сын обожает. Ну и вот так покажу вам, как это всё издалека выглядит. Какая-то техника сегодня разъездилась, мешает снимать. Казалось, живёшь в десятиэтажке, и постоянно соседи что-то сверлят. Приезжаешь в частный дом, тут по дороге кто-то разъездился. Вот так. Повзмущалась. Снова ирисы. Лилии скоро зацветут. Здесь у нас теплица с огурчиками. Что-то немного у нас в этом году папа посадил огурчиков. Вишенка завязалась. Тоже малинка. И огурчики только с одной стороны. И вон я вижу, уже висят. Хорошенькие, маленькие. И вот эту арку тоже сделал папа собственными руками. Просто для красоты. Здесь тоже растёт какое-то вьющееся растение. Оно будет к концу лета полностью обвивать эту арку. Будет очень красиво. Ну и хосты-хосты со всех сторон. Другой сорт ирисов. Снова какое-то деревце мама высадила. И вокруг высадила мелкие хосты. Они, кстати, цветут уже. Теперь самолёты летят. Так, это хвойники. С ними постоянно какая-то беда происходит. То замёрзнут, то обгорят, то ещё что-то. Это вот не хвойник. Это не знаю что. Вот такой шарообразный куст. Мама его обрезала, чтобы он таким был. Ну, а здесь вот это точно называется спирея. Она очень красивым белым цветом цветёт. И сейчас этот цвет уже облетел. Выглядит не очень красиво. Ржавые такие цветы. Так, здесь тоже хвойники. Так, я дошла до роз. Вот мамины розы нет. Не с этого ракурса подойду. Очень красивые крупные розы. У неё раньше были и белые, и розовые. Вот красные только остались. Не знаю почему. Самые живучие, наверное. Достаточно крупные бутоны. Бывают ещё крупнее. Ну вот, пока такие у нас расцвели. Снова очень крупные ирисы. Посмотрите, просто огромный цветок. Ну и пионы отцветают. Не очень красиво. А вот этот куст, это кто смотрит мою страницу в Инстаграм, на фоне розового куста я выкладывала фотографию. Это вот так называемая сакура. Когда она сбрасывает цветы, ранней весной, она стоит потом вот такая зелёная всё лето. И не похожа абсолютно на ту красавицу, на фоне которой все любят фотографироваться. Здесь такие вазоны, в которых обычно петуни растут. Но я в этом году не могу купить хороших петуний. Они какие-то все задохлики продаются. Я такие покупать не хочу. Обычно здесь очень красиво в этих вазонах. Ну и ещё не вечер. Купим, разрастутся. Ну и хочу показать вам беседку. Беседку, которую тоже сделал папа своими руками. Мама ещё называет её каким-то словом на букву П. Не могу вспомнить. Здесь у нас качель. Ну и детки сейчас тут играли, разложили свои игрушки, песочница. Мы с вами пойдём дальше. Сейчас покажу вам, как в целом всё выглядит. И пойдём обходить дом с другой стороны. Белые пионы. Маленький такой кустик. Ну и вот так выглядит сад в целом. Мама ухаживает за всем одна. Очень любит. Очень любит цветы. Очень любит всё вот это высаживать, чтобы спереди было зелёное. Потом шло, посмотрите, белое с зелёным листьем. Потом вообще бордовые. То есть вот это ей доставляет эстетическое удовольствие. И она говорит, что она получает от этого огромную доску, даже вот некрасивую стойку этого бака. Всё закрыто, всё летом выглядит очень красиво. Она говорит, что ей повезло в этом плане, что она наводит, наводит красоту, а потом любуется на неё, смотрит у неё. Есть такая возможность, ей не надо никуда уезжать. Снова я дошла до гигантских хостов. Отечка красивая. Вот она и говорит, что она старается-старается, а потом ходит-любуется. Ей повезло в том, что ей не надо и со своего участка уезжать, как вот обычные садоводы, да, в выходные приехали, всё пропололи, красоту навели и уехали. И целую неделю потом этого не видят. Вот она и говорит, моё счастье в том, что я красоту навела, и потом на эту красоту смотрю каждый день из окна, и просто прогуливаясь по территории. Ну, а меня не просит. Я это всё не люблю. И когда-то в молодости она тоже всё это не любила. Её родители относились с большим пониманием и уважали её нежелание копаться в земле. и поэтому она ко мне относится точно так же. Не хочешь, Марина, не надо. А я, честно говоря, вот это всё не очень люблю. Копаться, пересаживать, поливать, что-то тут делать. Не знаю, не доросла ещё. Хотя некоторые мои подруги уже доросли. А здесь я вижу георгинчики какие-то худенькие. Ну, вот, собственно, и всё. Мы дошли до той точки, с которой я начинала своё видео. Немножко сейчас покажу входную группу. Вот так выглядит вход в дом. Тоже весь заросший девичьим виноградом. Здесь будут цвести чуть-чуть попозже различные цветочки. Георгинчик вот уже какой расцвёл. Ой, чуть не упал. Оранжевые, белые. Обожаю оранжевые цветы. Ну, вот и всё. Всем большое спасибо, что посмотрели моё очередное видео. С вами была Соловьё Марина. До новых встреч. Всем пока.